Трансляции нету, да? Теперь есть Так, ладно, не ушло Тогда поехали Так, заходим Соответственно в контракты MainMvpContract И в контракте view я прописываю Дополнительный метод void SetValutes Так Который будет принимать List Валют Валют Соответственно в MainActivity Так как он реализует этот интерфейс Необходимо сделать Implements метод SetValutes Так Все, метод у нас уже предусмотрен Потом Мы здесь обязательно Сделаем презента MainMvpContract Еще раз Да, да, да Вот он добавился Его, кстати, нужно реализовать Каким образом? Реализую его следующим Адаптер РВ-адаптер РВ-адаптер Сеттер мы не сделали в адаптере Да Простите Что-то я упустил чуть-чуть Здесь нужно сделать Метод SetValutes Вот он у нас будет Да, валют И, соответственно Вот здесь мы вызовем Этот метод SetValutes Evalutes После чего Rv-адаптер NotifyDataSetChange То есть вывести Дальше MVPContract Презентер Да Презентер Здесь нам нужно будет создать Экземпляр этого презентера Но презентера у нас пока нет Поэтому сейчас мы его создадим А что такое презентер? Здрасте Я на прошлой ленте Что рассказывал? А что он хочет хранить Викпрессор? Модель Викпрезентер Презентер хранит логику Класс MainPresenter Сразу он будет Имплементировать Интерфейс Какой? MainMVPContract Презентер Правильно И, соответственно В нем должны будут Быть реализованы Вот эти два метода Так? В свою очередь Вот здесь будет поле MadeMVPContract View View А TouchView У нас, соответственно Что будет делать? ThisView Равняется View Понятно? А DetachView Будет, соответственно Делать ThisView Равняется Now То есть, грубо говоря Уничтожение ссылки Так? В свою очередь MainActivity Вот здесь Я говорю, что наш Презентер Равняется New MainPresenter В дальнейшем Мы это поправим Потом И презентер AttachView Здесь В методе В методе OnDestroy 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 Мы должны Вызвать Что? Presenter DetachView Вот таким вот образом Есть такой момент Замечательно Соответственно Соответственно Презентер Будет содержать По сути Всю Бизнес Логику Нашего приложения Поэтому Захожу Презентер Вот здесь Вот у нас Случился AttachView Так И дальше Ему необходимо Как бы делать Запрос Получать И вызывать Метод Применить Пользователя Нашей вьюшки Для этого Мы здесь Будем создавать New Java Class Main Model Так MainModel У MainModel Будет Метод Который Возвращает Obserable Obserable Чего? Листа валют Так И называться Он будет GetValutes Естественно Этот метод Нужно сначала Было бы Описать В интерфейсе Поэтому Вот здесь Вот MVP MainContract Мы добавляем Еще один Интерфейс Который Я называю Как Model Так И в него Описываю Вот этот Метод Что в нем Должен быть Так Для Этвалюции Наша Модель Презентера Вернее Наша Модель Main Должна Имплементить Этот Интерфейс MainMvpContract Модель Так Соответственно Должна уже Реализовывать Наш Метод Вот таким Вот образом Как она будет Реализовывать Для этого Я уже Воспользуюсь Вот этими Классами Предварительно Закину Закину Да В MainActivity Они у меня Уже Использовались Поэтому Я поступлю Следующим Образом Это Вырезаю Перемещаю В Нашу Где наша Model Перемещаю Вот сюда Раз Соответственно Сделаю Здесь Конструктор Public MainModel Так Который На свою Очередь Создаст Экземпляры Опять же Забираю Код Вот отсюда И метод GetValues В свою Очередь Я тоже Забираю Оттуда Так То есть MainActivity Теперь прощается И с вот этим Кодом Окончательно И перемещаю Вот сюда Убираю Здесь Subscribe Убираю Здесь FlatMap Оставляю Вот эту Часть И добавляю Здесь Слово Return Return Соответственно Подключаю Необходимые Классы Теперь Наша Модель Уже Отвечает За Получение Так В Presenter Я создаю Экземпляр Модели MainVP Contract Model Model Здесь В свою Очередь Говорю Что This Model Модель Равняется New MainModel И соответственно Делаю здесь Следующий Код Делаю This Model GetValutes Subscribe Volutes Такое что Наше View SetValutes Разве там Необходимый метод Ну ладно SetValutes Volutes Ну или Как оно Предлагает Вот так Вообще Сделать Ну то есть Указать что View Надо вызвать метод SetValutes Достаточно Лаконично И Аккуратно И Красиво Да То есть Здесь Код Краткий Здесь Код Достаточно Краткий Правда Ну собственно Везде Код Достаточно Краткий Давайте Попытаемся Запустить Наше Приложение Если Все Сделано Правильно Оно В смысле Мы все Делали В Activity Сейчас Мы Отходим От этого Сейчас Я вам Рассказываю Как раз Григорь Мне нравится Леонид Что За что Он отвечает Для такой Простой Задачи Леонид Этот Код Базовый Он будет В любой Задачи Мне не нравится Сейчас Градул Соберет Проект Пока Пауза Пока Он собирает Так Ну мы Получили Курс Доллара Ну Они Здесь Статичные Я давно У меня Вот Парс Перед этим Номер А я Ксил Наставил Градул Суббирировать А как Вы Хотели Вам Мы Хотели Его Сторож А Мы Получили Все Курсы Просто У нас Небольшая Незаработка Сейчас Мы Подправим Чуть В Разметочке Да Соответственно Там Где Валют У Нас Где Тут Матч Парант Написано Вот Здесь Да А Надо В Рап Контент Да И После Этого Мы Перекомпилируем Ну Сейчас Быстрее Должно Компилироваться Потому Что Особенно Изменений Здесь Нет Мало Что Будет Пересобирать Ну Здесь Можно Добавить Постфикс Было Бы Давайте Добавим Постфикс И в чем Это Измеряется Для Для Этого Особо Мороки Не Надо Куда Нам Нужно Зайти Правильно В Адаптер Да Соответственно Я захожу Узел С Адаптер Захожу В Адаптер И Там Где Вывожу Я Делаю Сет Текст Я Добавлю Точка Валют Валют А Точка Плюс Пардон Валют Ветбэйс Сити Игрик Плюс Валют Ветбэйс Сити Игрик Так Я Не Выключайте Свою Тарантайку Вот так Тут вопросы Есть Все Понятно Какие у вас тут есть вопросы Надо проект Надо проект Посмотрели Давайте только сейчас одну недоработку устраним Сейчас я расскажу про нее Где она у нас есть Значит смотрите Недоработка у нас состоит в следующем Давайте я зайду в main activity Здесь я явно Вот прям явно вызываю конструктор Да Нашего презентера Не надо так делать Не надо так делать Правильно вы подметили Поэтому я здесь добавлю еще один пакет New Package Назову его MVP Providers На самом деле На самом деле Сразу скажу Такое вот замечание Что Этот пакет мы в дальнейшем удалим Когда перейдем на дайвер Да Dependency Injection полностью решает эту проблему Но Так как сейчас мы не используем Dependency Injection Здесь я сделаю Java класс Назову его MainProvider И здесь сделаю методы MainMvpContract View View Presenter Provide Presenter Метод будет статическим Поэтому Public Static И он будет делать Return New MainPresenter PublicStatic MainMvpContract Model ProvideModel Здесь будет Return New MainModel Вот таким вот образом Да Теперь мы уже будем использовать Вот это В своих классах Для создания То есть В MainPresenter Я вот здесь не буду писать NewModel А напишу MainProvider ProvideModel А в нашей Вот здесь И просто поменять Вот здесь Вот поменяются параметры Конструктора Задам здесь какие-то Параметры конструктора И так далее Понятно? То есть базовый момент Такая ручная альтернатива Dependency Injection Так сказать И после этого Мы скомпилируем И убедимся Что у нас все по-прежнему работает Как видите, да? Вопросы? Да, хорошо Подождите Я еще одну вещь хочу сделать Которую не делал Я здесь Сделаю кнопочку Обновить Давайте еще где-то Что? Обновлять данные Да, я не показал Главную суть То есть еще Взаимодействие между И презентером Чуть-чуть на дождь Поэтому Давайте зайдем В разметочку Вот здесь Да? У нас здесь был Только наш RecyclerView У него был HeightMatchPound Я ему немножко По-другому Наверное Как мы сделаем Мы сделаем LinerLayout Здесь, наверное Проще будет В смысле ConstraintLayout Где? Где коричайшего сопротивления Прямо вот здесь Поменять LinerLayout Соответственно Orientation Vertical Height Я вот здесь Да Напишу WrapContent Wait Напишу Единицу То есть растянется И соответственно Под ним Я добавлю Button Ширина MatchParent Height 60 Dp То есть Вот такая кнопка Внизу будет Да? На ней будет У нас Текст На ней будет Написано Update Так у нее Будет ID Айдишник Я ей дам Update Вот таким Вот образом Все это Размещу Тут понятно? Что? Да Замечательно Ну я думаю С разметкой У вас проблем Уже нет Соответственно Во вьюшке Во вьюшке Я должен Предусмотреть Еще один метод Void Он Воид 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 Простите Observable От void On update Click Так? Вот такой вот Момент То есть Плики Наши В свою очередь Заходим Теперь в MainActivity И мы должны Реализовать Здесь этот метод Есть Как мы будем Его здесь Реализовывать? Здесь Пока что Мы не используем Butterknife То есть Завтра мы сюда Прикрутим Butterknife Завтра мы Прикрутим Пикассо Да Будем уже С картиночками Работать Дополнительно Ну то есть Чуть-чуть Улучшим Наше приложение Наши возможности Новые Получим Так сказать Так Соответственно Здесь Что я сделаю Здесь я Объявлю Как он называется Button 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 Понятно Только название Button 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 Update Update Ну или M Button Update Правильно? Хорошо Здесь мы Сразу Сделаем M Button Update Равняется New Ой New Равняется Find View By ID R ID Update Все Кнопка Есть Вот этот Метод Надо Реализовать Return RX UI From Clickable M Button Update Так Далее Соответственно Теперь В презентере Я могу Назначить Обработчик Здесь Я Сделаю Public Ой Public Это Можно И Preweight Preweight Void Update Update Ну или просто Update Не важно Update Соответственно В Update Я перемещу Вот это Правильно? Это же есть Update Здесь Соответственно Сразу Вызываю Update И говорю Что This View On Update Click Subscribe В Это Кое что Update Вот Таким Вот Так Тут Вопросы Есть Зачем Обновить Курсы Валют А Наши запросы На январь Месяц Если На январь Месяц Ну А если Запрос На Январь Январь Да Проверим Мы же Текущий Забираем Да Надо То есть Вот Наши Все Курсы Можно Нажать Update Оп И удалить Валют Так Что у нас Высыпалось Не туда Зашли Вроде Как Туда Надо Тег Убрать Отсюда Java Length No Pointer Exception Да Тут Передается Я просто Думал Как Лучше Сделать Я просто Хотел Чтоб Там Было Что-то Такое К чему Нельзя Привязаться Ну Я Я сделаю Я сделаю Я здесь Просто Сделаю Не Void Я Здесь Сделаю Integer Integer А здесь Я сделаю Просто В интегер в свою очередь надо поправить теперь в интерфейсе все поправили интерфейс компилируем еще раз интегер не видел честно говоря за что вы поэтому ладно оставим так нажимаем апдейт видели у нас обновился биткоин биткоин больше не хорошее было совпадение что ему надо было обновиться теперь не обновляется понятно что по хорошему здесь нужно показывать другую вьюшку в этот момент да опять же вопросом показать такую-то вьюшку скрыть такую-то вьюшку занимается вью а вызовом этих методов занимается презент то есть вся логика уносится в презент правильно понятно концепция сложное что-то есть ну поменяли архитектуру согласитесь существенно то есть теперь вся логика переезжает вот из активити вот сюда вот в презент за счет этого активити разгружается презентер тоже становится небольшим так как он не работает с вью и модель становится сравнительно небольшой так как она только поставляет данные все получается маленькая компактная читаемая удобная чуть маленькая у вас больше файлов чем в моем большом проекте значит вы большой проект не умеете делать если у вас в нем мало файлов что кто такое кто такое скажет он как лимит хода в файле это лимит хода в файле проверьте иногда лучше больше файлов чем больше кода в файле потому что нет не для Java Java вот это вот на аморозе это можно на аморозе так это везде это же не только влп это жирно очень так все лишнее поубирал вроде да так запись ставлю на стоп